В 60 лет исполняется Институту стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Его выпускники свободно говорят на китайском, японском и даже на экзотическом суахиле. В рядах обладателей дипломов известные политики и журналисты, среди них лидер ЛДПР Владимир Жириновский и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тема продолжит Динаида Курбатова. Встреча в ректорском кабинете Института. При появлении каждого члена попечительского совета, выпускника прославливанного вуза, дружеские восклицания. Многие помнят друг друга еще абитуриентами, помнят волнение перед экзаменами. Дмитрий Песков здесь, например, проходил собеседование. Появляется Владимир Жириновский, начинается заседание попечительского совета. И прежде всего слова ректора Садовничева о том, что институт держит высокую планку, как и раньше. Императорский зал заполнен людьми, студентом Лесно быть рядом со знаменитыми выпускниками. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в свое время работал в МИДе. Был первым секретарем российского посольства в Турции. Если мы посмотрим массив новостей, хотя бы за неделю назад и неделю вперед. Сирия, Ливия, президенты России и Египта провели телефонные переговоры. И так далее и тому подобное. Россия на Востоке временами гораздо больше, чем на Западе. И как раз эта активность лишний раз подтверждает растущую актуальность нашего вечно юного института. Это очень важно. Как счастливы те студенты, которые находятся здесь. Кто-то из них пойдет работать в Министерстве иностранных дел. Кто-то будет востребован в нашей славной разведке. Кто-то будет в Министерстве обороны. Кто-то станет дипломатом. Но у вас огромный потенциал. Михаил Маргелов преподавал арабский в школе КГБ в 1980-х. Был ведущим редактором в арабской редакции Тартас. Уже в Новой России был специальным представителем президента по сотрудничеству со странами Африки. Если на ВАСТФАКе Петербургского университета готовят кабинетных ученых, тех, кто занимается академической наукой, то здесь готовят преимущественно политиков и дипломатов. В советское время те, кто отправлялся работать за границу, все в погонах. С хорошей биографией, отличной репутацией. Часто потомственные дипломаты. Советская элита. Приходит в голову следующая мысль, что Московский университет предвидел развитие событий, геополитических событий. Московский университет тогда угадал, что через 60 лет Восток, Азия будут играть такую роль, какую они играют сегодня. К нам пришли поздравления от наших друзей, коллег. И что очень приятно, сейчас во многих странах мира выпускники нашего института возглавляют дипломатические миссии России. Александр Тимонин, чрезвычайный полномочный посол в Республике Корея. Валерий Терещенко, чрезвычайный полномочный посол России в Новой Зеландии. Вот у меня был случай в Багдаде, переводчик и министр, переводчик-арабист. Я сказал по-русски что-то, а он в обморок упал. Потому что если это дословно перевести на арабский язык, то ему могут голову отрезать. Надо знать страну. Но я же не буду перестраиваться в каждой стране. Я много стран посещал, и каждый раз коверкать русский язык, чтобы было как-то менее опасно. Надо это знать тоже. Тогда нельзя дословно все переводить. Особенно в странах Востока. Надо сто раз похвалить тех, с кем вы общаетесь. И вообще торопиться не надо. Все делать медленно-медленно. Часы, дни и недели пройдут, прежде чем сделать первый шаг. Поэтому знания очень важны. Коллективы института, заслуженные лавры, благодарности. Каждого оратора встречают громом аплодисментов. Приветственные телеграммы от министра иностранных дел Сергея Лаврова, от ректоров крупнейших вузов, от дипломатов, выпускники института. И сейчас востребованы как никогда 76 человек на место. А в этом году, видимо, конкурс будет еще больше. Зинаида Курбатова, Дмитрий Вишкевич, Андрей Юрчук, Вести.